Власти вскоре получат право включать в список экстремистов и террористов практически за любое преступление. Сейчас говорим про Россинмониторинг. Вот недавно, например, Юлию Навальную включили, но она далеко не единственная. Не то чтобы это сильное исключение было. Там, по-моему, полтора десятка тысяч человек. Нет, 14294 человека до сегодняшнего дня. Ну, полтора десятка тысяч, то есть 15 тысяч, да? Ну, да, да был тридцать тысяч, ты услышал, да. Да-да. Вот, значит, это по законопроекту, который внесён в Госдуму правительством. И там практически за любое преступление, если оно совершено по мотивам политической, религиозной, идеологической, расовой или национальной ненависти или вражды совершено. Я, честно говоря, мне казалось, что это мера избыточная. Ну, потому что экстремистам, в принципе, можно за плюс-минус любую запись в социальной сети объявить. Я даже не очень понял, зачем они вот это добавляют. Просто облегчить какую-то формальную работу бумажную себе? Нет, это люди. Вторая нефть, во-первых. Во-вторых, то есть добыча денег из населения, это имеет к этому отношение. А, во-вторых, это, на самом деле, очень пугающий метод. Я видела интервью с несколькими людьми, самыми обычными. Я бы напомню, что в этом списке Роспоминторинга содержатся такие фамилии, как Григорий Чертишвили, Борис Акунин. Есть Юлия Навальная. Есть экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Есть наш прекрасный коллега Андрей Заякин. Много там кто содержится, но есть и, вот, например, водитель троллейбуса из Читы. Женщина, которую не осудили, но включили в списки Роспоминторинга. Там за высказывание не были административки такие жесткие. Говорит, что на работу не устроится. Просто не устроится на работу, потому что если ты в списке Роспоминторинга, тебя никто никуда не берет. Тебя никто никуда не берет, потому что тебе просто некуда перечислять зарплату, потому что банки не открывают счет и так далее, и так далее, и так далее. Вообще это все развивалось очень интересно. Сам Роспоминторинг вместе со своим перечнем был создан в 2001 году. И мы с вами 13 лет не обращали на это никакого внимания. Вообще. В 13-м году появилось первое законодательство, куда начали потихонечку-потихонечку включать нежелательных, экстремистов, террористов. Потом все это пошло повеселее. Только в этом году почти тысяча человек включили с начала года. 79 подростков до 18 лет, включая 14-летних детей, уже осужденных, естественно, за поджог рельефных шкафов, за какие-нибудь высказывания, еще что-нибудь. Это очень неприятная штука, крайне неприятная. Я думаю, что вполне себе сравнимая с ликвидацией паспорта, там так. Если ты туда попадаешь, туда попадаешь либо по решению суда, либо по решению следственных органов. И для этого совершенно не обязательно быть осужденным. Заочно, не заочно, совершенно не обязательно. Тебе оттуда никогда не выбраться. Никогда. То есть случаи, конечно, есть, но они, во-первых, единичные. Во-вторых, что нужно сделать, чтобы выйти из списка Росфинмониторинга? Во-первых, отсидеть. До этого даже не начинайте. Во-вторых, должна быть снята судимость. А судимость снимается либо по суду, а вам не снимут, если вы в этом списке Росфинмониторинга, либо по прошествии лет. Через 8 лет после вашего срока, через 10 лет после вашего срока снимается судимость. Вот дальше, при наличии этих двух оснований, дальше вы начинаете с ними судиться. Потому что просто так вас никто автоматически оттуда не вынет. Ну, может быть, вам повезет, и хорошие адвокаты, и вы не Гарри Каспаров, и не Борис Акунин. Тогда, может быть, вас оттуда вынут. Но в этих случаях очень и очень мало. Опять же, что вы можете делать? Ничего. Вы можете проводить финансовые операции на 10 тысяч рублей в месяц. Если у вас есть незарабатывающие иждивенцы, то прибавляется по 10 тысяч на каждого. Купить квартиру, продать квартиру, купить, продать машину, стиральную машину, что угодно. Все это невозможно. Открыть счета, закрыть счета, финансовые операции любые проводить. Все, до свидания. Вы ничего не можете этого сделать. Это вот так на сегодняшний момент. То есть на сегодняшний момент уже, в общем, так себе. При этом, понимаете, да, вот, например, Женя Беркович, Светлана Петричук, они в этом список уже попали во время суда. Уже довольно давно. Ну, и вы еще там сидите, 6 лет, потом, значит, судимость, туда-сюда. Нет. Вот то, что они в списке Росфинмониторинга, это уже сейчас отражается очень сильно на их жизни. Это означает, что они не могут пойти в тюремный ларек и заказать там себе продуктов больше, чем на 10 тысяч рублей в месяц. На те же самые 10 тысяч рублей. А в тревых ларьках, я вас уверяю, совершенно другие цены. Не такие, как на свободе. В 3-4 раза все дороже. Потому что это тюрьма, потому что вот так устроена жизнь. И на 10 тысяч рублей ты особо не разбежишься. То есть это уже сейчас действует. Но что будет? Значит, будут ввести поправки, если не ошибаюсь, уже посчитали, в 45 законов. И любое преступление, любое подозрение в преступлении уже может вести за собой включение в список Росфинмониторинга. Включая, например, изнасилование. Вася изнасиловал Машу, потому что, не знаю, Вася русский, Маша еврейка. Или наоборот. Это по мотивам национальной ненависти он это сделал. Или, не знаю, там, Вася коммунист, а Маша либералка. А это по мотивам политической ненависти он сделал. Например, ну, член Единой России, например. Да, вот политическая ненависть к члену Единой России. За либералку вряд ли вам дадут срок. А за члену Единой России очень даже, за члену партии. Легализация, любимая совершенно, любимый прицеп к любым экономическим делам. Легализация средств, полученных преступным путем. Прямо сразу же, да, сразу же туда. Все что угодно. Кража колбасы в супермаркете из-за ненависти к социальной группе буржуазии, владельца супермаркетов. Ну, пожалуйста, все что угодно. И, как вы понимаете, да, у человека были активы. Я понимаю, что вряд ли были активы у вора колбасы. А, например, у человека, который обвиняется в легализации доходов, полученных преступным путем, да, наверняка были активы. Они заморожены на десятилетие. На десятилетие. И всем этим, конечно, может пользоваться государство. Но, в общем, государство не дает нам заскучать. И бороться с включением списка в список Росфин-мониторинга мы не сможем.